Здравствуйте! В гостях у студии «Я так думаю» Андрей Егоров, финансовый эксперт. Меня зовут Ксения Гордеева и речь сегодня пойдет об ипотеке. Плюсы и минусы. Какие существуют риски и какие положительные стороны у этой функции. Андрей, расскажи, пожалуйста, что такое ипотека и кому она подходит, кому стоит поостеречься и вообще, расскажи нам, что это такое. Здравствуй, Ксюша, рад снова быть в студии и начнем про ипотеку. В двух словах, что это такое, это, грубо говоря, получение целевого займа от банка под залог жилья, на который выдается этот займ. То есть вы покупаете жилье и отдаете это жилье под залог банку в качестве обеспечения. При этом вы платите проценты и тело кредита. Также для того, чтобы получить ипотеку банка, надо иметь какой-то предначальный взнос. Это порядка 20-30-50% от стоимости жилья в зависимости от условий банка. От 10-ти, я слышала, от 10-ти процентов. Многие застройщики еще или сейчас 10-11? По-разному, да. Но если говорить про ипотеку со стороны банков, это очень выгодно, конечно, для них, потому что они, во-первых, имеют ликвидный актив в обеспечении. Это квартиры, которые достаточно эффективно можно всегда реализовать, и это недвижимое имущество, и можно сдавать в аренду. И, скорее всего, если человек не сможет оплачивать кредит, то банк всегда будет обеспечения. Закладная всегда находится у банка. Обеспечение более ликвидное, чем деньги. А проценты по кредитам, которые они закладывают в ипотеку, вдвойне окупают все финансовые затраты. Поэтому государство и банки часто используют такой инструмент, как ипотека, чтобы выдавать кредиты людям. Это вот со стороны государства. Ну, все даже помнят историю с ипотечным кризисом 2008 года, когда в Америке было очень много выданных ипотечных кредитов. И люди покупали дом, закладывали его в банк, сдавали в аренду этот дом, покупали опять еще один дом и так далее, и так далее. Это было наслаивалось, а в конце концов спрос с ней упал в такой степени, что платить стало невозможно. И с этого началось все. А потом эти долги нельзя было даже перепродать, они упали в стоимости. И в конце концов мы увидели то, что было. Ну, безусловно, залоговые дома, они на 30-40% как правило в стоимости тут же теряют, как только они попадают под залог. Да, но это со стороны государства сейчас вроде как поумнее все стали. Там или у нас? То же самое продолжается, да. А что со стороны гражданина для человека, который покупает ипотеку, берет ипотеку, есть и плюсы, есть минусы. Во-первых, если говорить о владении жильем, ну, человек какая задача, ему нужно место, где жить, крыша над головой, и это как бы его основная цель, задача и просто жизненная потребность. От дождя спрятаться. Да, от дождя спрятаться туда, куда семью привезти, детей растить и так далее. И это как бы основная цель. Ну, как ее можно решить? Можно решить купить жилье, а можно арендовать жилье. Да, а можно взять ипотеку. То есть ты вроде не купил, не арендовал. Ну, давай рассмотрим, кому какой вариант подходит. Вот так, задам вопрос. Да, но если смотреть с финансовой точки зрения, ипотека, она совсем невыгодна, если брать ее в плане того, что вот взял, купил и я вот там живу. То есть если взять, сравнивать аренду и ипотеку, то выгоднее арендовать квартиру. Это уже много раз посчитано и принято, то есть только надо определенно составить финансовый план. Андрей, ну это для тех, кто смотрит на эту картину сверху, да, понимая все годы. И вот это если этот подсчет провести на 25 лет, да, если человек живет одним днем, каждодневно, то нам всем проще сейчас здесь и сейчас что-то иметь. Нам всем, я сейчас обобщила, ну многим, учитывая, как растет спрос на ипотеку, да, по сравнению с 15-м годом, что происходит с 17-м годом, да, вот такие моменты. То есть тут люди не смотрят масштабно на эту ситуацию. Вот сейчас хорошо, сейчас я владелец квартиры, а то, что я через 25 лет переплачу банку, да, там 300% в общей сложности, ну об этом мало кто думает. Переплата, да, составит или 2-3 раза будет квартиру. Да, об этом как бы мало кто думает, но вот моя идея как раз донести людям, что лучше арендовать квартиру, и при этом накапливать деньги, если надо, будет приобрести. То есть в чем вообще идея собственного жилья? Ну, если оно есть, собственно, жилье, это хорошо, но если вы приедете в ипотеку, оно все равно мне принадлежит, пока вы не, да, пока не купили. Вот поэтому, когда вы арендуете квартиры, у вас есть какие варианты? Вы можете арендовать, выбрать район и перемещаться из района в район в зависимости от сферы деятельности, от работы. Да, сферы деятельности, и у вас есть возможность поменять сферу деятельности, и поменять место жительства, поменять страну, поменять что угодно. Если вы берете ипотеку, вы живете в этой квартире, на другое дело, вы можете ее как-то арендовать. Нет, реализовать ее можно, но это достаточно проблематично. И потом с ченджем вот одну на другую, ты все равно теряешь вот эту часть, еще одну часть. Главное, что ты просто теряешь процент за то, что ты под залогом квартиру продаешь. Ты теряешь часть, когда приобретаешь другую и ухудшаешь свои жилищные условия. История такая, да, что это все... Так, это мы поняли для тех, кто смотрит масштабно, кому возможно арендовать. А что же вот если нет, вот решила семья или один частный человек, хочу квартиру в собственности, хочу ипотеку. Кому подходит такой вариант? Кто вот, может быть это какая-то отдельная группа людей, или это нужно определенную зарплату иметь, чтобы быть уверенным в том, что ты платишь. То, что многие на последней, Андрей, извини, договорю, я точно знаю, что многие свою зарплату, да, рассматривают, там, положим, 50 тысяч рублей, банку платят, там, 38 тысяч рублей в месяц. И на все остальное, ну, главное же, что свое. Вот такие варианты. То есть таким сразу нет, да? Или вот они все-таки мечтатели, пусть берут. Расскажи, кому подходят варианты все-таки с ипотекой? Ну, ипотека — это долгий процесс. И если у вас есть действительно возможность взглянуть на свою жизнь более широкого ракурса, посмотреть на долгий период времени и посмотреть, как она вписывается, ипотека, в эту жизнь, то вы сможете как-то оценить, нужно ли вам ипотека или нет. И я как предполагаю, кому это вообще выгодно, да, ипотека, и кому она вообще нужна. Есть люди, которые работают в крупных компаниях каких-нибудь нефтяных, которые вот план, ну, нефтяных, не обязательно нефтяных, а других. Крупных компаний с большим количеством сотрудников. Да, да, да. И вот они решили, что они будут в этой компании работать всегда. И вот, и… Такое чувство постоянства. Да, такая вот стабильность такая очень сильная есть. И они решили, ну да, возьму ипотеку, да. Но дело в том, что у них и хватает и денег, им не надо никуда срываться с места. Они будут работать в этой компании, как вот, например, в Японии, да. Он там родился, и в одной компании родился, в этой компании умрет. И как бы так и работает. У меня есть знакомый, который во Франции работает в нефтяной компании. Он взял ипотеку 800 тысяч евро. Купил дом, и вот он ее отдает на 30 лет. Потом, да, какой-то процент, ну, конечно, не такой процент, как у нас, да. Ну, я думаю. Вот, и, ну, компания ему обеспечивает не… Он сидит на одной должности постоянно, да, постоянно там ротации какие-то идут, да. Но он верен этой компании, и компания как бы тоже… Верна ему. Да, верна ему, и он как бы надеется, и, то есть, это более стабильная такая-то вещь. Ну, там все, да, ситуация с льготами, со страховкой, с полным обеспечением, да, 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 жизнедеятельности и так далее. Да, да, и, ну, как бы в России тоже такие ситуации возможны, но другое дело, да, когда вы видите какую-то стабильность, и вы согласны с этой стабильностью, и уже точно знаете, что ничего не будете менять, хотя точно знать ничего невозможно, и в определенный момент захочется что-то поменять, но вы уже не сможете это сделать, потому что такой есть план, и как-то придется по-другому менять это все. Ну, просто более сложная схема начнется, да, и потеря денег. Да, да, конечно, это потеря денег. А есть еще один вариант, когда ипотека действительно выгодна, это, например, как часть финансового плана. То есть у вас есть разные собственности, да, и разные источники дохода, бизнесы, и вам надо провести какую-то недвижимость, вот, но у вас нет сейчас свободных средств и активов. Вы тогда можете взять ипотеку, то есть под залог своего уже имеющегося имущества. Нет, это то же самое, вот как по той же схеме, но здесь чаще всего это будет как уже часть финансового плана рассматривать, как часть приобретения нового пассивного дохода, и в результате этого пассивного дохода оно окупится, и у вас будет собственность, жилье, которое вы сможете потом тоже опять давать в аренду. Но как это часть финансового плана, я думаю, что оно сразу же изначально должно приносить прибыль, поэтому когда вы берете ипотеку в таком варианте, надо рассчитывать, что первоначальный взнос должен быть на таком уровне, что дальнейшие платы по кредитам и отслуживания кредита будет меньше, чем та прибыль, которая будет приносить эта недвижимость. То есть вы взяли квартиру, заплатили первоначальный взнос, вы платите, например, 30 тысяч, но из аренды она получает прибыль 40 тысяч, то есть вы всегда в прибыли. Вы окупаете квартиру, и у вас еще какая-то прибыль идет, и у вас в результате будет еще какой-то актив после того, как вы закончите ипотеку. То есть это тоже как вариант, это часть финансового плана домохозяйства или бизнесмена. Это тоже как бы вариант. А что если... Я хотела спросить насчет вот этого финансового плана приобретения жилья с целью дальнейших актива использовать. Здесь, по-моему, очень будет удобно новострой, который сейчас возможен в ипотеку. Теперь введена вот эта вот рассрочка. Здесь и первоначальный взнос меньше, ты вкладываешь, изначально уже выбираешь себе возможность грамотно, хорошо сдавать место. То есть это такое тоже финансовое вложение, финансовый план, правильно ли я понимаю? То есть ты изначально уже нацелен на то, что это средство зарабатывания денег. Ты приобретаешь абсолютно точно, зная, что через 10 лет они начнут приносить стабильный доход. То есть это тоже такая схема. Но опять об этом нигде не говорится, потому что я вот, например, на заметку себе сделаю, что я теперь так хочу. Очень интересно. Да, такой вариант. А просто индивидуальный план накопления, Андрей, как накопить? Ну, индивидуальный план накопления здесь, с чего начать, да, с чего начать накопление, на ту же самую квартиру, да. И как раз вот хотел сказать, что для того, чтобы начать что-то накапливать, нужна идея, на что я это накапливаю. То есть это, наверное, с этого надо начать. На что мне надо и с какой целью я хочу накапливать. И поставив эту цель во время накопления, не отказываться от цели, пока эта цель не будет исполнена. То есть цель, это здесь не деньги в данном случае? Нет. Потому что целью не могут быть деньги, это однозначно. Целью у нас, например, в данном случае квартира, да. И как, так же вот как альтернатива ипотеке, каким образом можно накапливать на квартиру. То есть у нас, во-первых, надо... Давайте лисить. Да, лисить вопрос, где мы будем жить, да. То есть мы снимаем, арендуем жилье, да. И так же мы часть денег, оставшиеся от дохода, наверное, где-нибудь одну треть там, да, мы откладываем. И на целевой взнос мы копим на квартиру. Ну это такое финансовое планирование все равно, так или иначе? Да, это финансовое планирование. Даже если ты уже, да, арендатор, ты живешь в квартире, ты ее снимаешь. Ты вносишь в статью своих расходов, накопление на вот то самое будущее, правильно ли я понимаю? Ну сколько лет? Здесь, да, здесь, конечно. Как же счастливый завтра. От прибыли, да, которые вы получаете, от зарплаты там или дохода от бизнеса. Но, в принципе, всегда это можно сделать. Есть разная схема, то есть вы можете отложить на депозит, потом вложиться в ценные бумаги, составить какие-то возможности доверительного управления. Также использовать диверсификацию, когда у вас те деньги, которые вы откладываете, да, они получают прибыль из разных источников дохода. То есть это и доверительное управление, ценные бумаги, и государственные бумаги, даже какие-то валютные там и так далее. Что даже, например, в сравнении с ипотекой, да, дает вам больше шансов и вариантов именно заработать и быстрее накопить на квартиру. Андрей, да здесь стоит заметить, что вот такую информацию, пожалуй, полезнее доносить все-таки молодежи, правильно? Чтобы изначально была вот эта вот грамотность в том, что, да, нацеленность. Да, нацеленность на накопление, но не на быструю взятую. Не на быструю, совершенно верно. На быстрое получение там кредита. Кредит очень сильно ограничивает свободу человека. И в этом самая главная проблема ипотеки. То есть человек, зайдя в ипотеку, он должен будет постоянно где-то иметь доход. Ему надо обязательно работать в одной и той же отрасли. То есть если он будет менять, то наверняка будут какие-то перебои с прибылью там, да, и у него ограничивается свобода. Также это создаёт дополнительное напряжение у человека. Да уж, наверное, создаёт. Да, это постоянно дополнительные нервы. И с этим возникают всякие психологические проблемы, то есть и депрессии, и так далее. Это правда. Да, очень грусть, печаль. Лишний раз ты не съездишь в отпуск, и там, например, какие-то проблемы с начальством начинаются, скандалы, нервы, в семье проблемы. И не всегда, не каждый сможет это выдержать. То есть это была у человека такая надежда. Да, он её всеми правдами и неправдами достиг своей цели, взял, и тут началось. Да, и тут началось, да. То есть ему придётся это отрабатывать задним числом. Да, да. Вот. И это может привести и ухудшение здоровья, возникновение разных хронических заболеваний, там, рака и так далее, там, почки. Ну да, не держи в себе. Да, ожирение и так далее. Очень много проблем может возникнуть. А если человек идёт более свободным путём, когда у него есть возможности и арендовать жильё, и накапливать, тогда он, ну, у него есть шанс избежать от этих проблем. Ну да, там тоже какие-то свои проблемы. Что, какие самые большие сложности при накоплении, именно с точки зрения психологии? Так это удержать дисциплину и именно удержать цель и идти, быть целеустремлённым в свои идеи. Вот. Вот, быть сконцентрированным на цели. То есть, накопил, например, там, миллион, да, до миллиона хочу съездить, отдохнуть, и оба так махнули. Такие истории сплошь и рядом, да. Да, и вот здесь вот, конечно, надо сохранять дисциплину и думать о более высокой цели, то есть о покупке жилья и достижении больших проблем. Да, ну, этому у нас в школах не учат, да, к сожалению. Вот я всё время возвращаюсь к своей любимой теме, что это нужно гораздо-гораздо раньше эту информацию доносить, нежели вот нашим с тобой ровесникам или старше, потому что те, которые уже закопались в этих самых кредитах, да, в своих работах, детях и так далее, и так далее. И главное вырваться, отдохнуть, это отпуск, да, у людей. Поэтому как только что-то накоплено чуть выше среднего, сразу же хочется вон рвануть, да, чтобы как-то вроде как нервы поймать, ом, вернуться и опять пахать, потому что у тебя ипотеки, кредиты, дети и всё остальное. Поэтому я всё время возвращаюсь к тому, что если бы эта информация немного раньше будет доходить, может быть, вот эта передача станет, целью нашей передачи станет как раз донесение этой информации, да, чтобы... Да, получение вот этой финансовой красоты. Да, финансовая красота, совершенно верно. Потому что мне бы эта информация 10 лет назад очень помогла сейчас во многих вещах, и это как-то устаканивает понимание того, что всё возможно, да, и вот те самые деньги, которые мы зарабатываем, да, что их можно гораздо в правильное русло направлять и через некоторое время чувствовать себя в безопасности в финансовом смысле. Это очень важно, просто гораздо раньше об этом начать понимать и объяснять своим детям хотя бы. Да, наше общество очень сейчас зациклено на деньгах, и многие прямо думают, где там взять деньги, как можно увеличить свой заработок и так далее, а зацикленность на деньгах как раз зависит, ну... Ведёт. Наглитается, наглитается тем, что надо и квартиру, и детей, и всё, и это очень всё наглитается в социуме. А для меня это важнее всего, это, собственно, гармония, гармоничная жизнь человека, и деньги здесь играют, ну, не такую важную роль, потому что гармония, она более высокое состояние, чем деньги. А приобретая гармонию, у нас чаще всего мы получаем и финансы, это гармоничная работа. Значит, можно резюмировать, что к гармоничному человеку деньги сами притянутся, да? Ты просто будь в гармонии с самим собой, с окружающим миром, и у тебя всё будет хорошо, и в финансовом плане тоже. Да, ты занимаешься своим любимым делом, да, и ты всегда будешь зарабатывать те деньги, которые тебе нужны, и всегда будет приходить столько денег, сколько тебе необходимо на то же жильё и квартиру, и на аренду, если надо, и на приобретение квартиры, если это надо. Если это надо. Ну, я желаю тебе притянуть те самые средства, которые необходимы тебе для комфортного существования, и всем нашим зрителям. В следующий раз мы рассмотрим ещё какие-то моменты, возможно, с банками, с ипотеками. Андрей раскроет побольше тему финансовой красоты, как её достичь, и как грамотно распределять свои средства, а ещё лучше их вкладывать правильно. Спасибо тебе большое, Андрей, было бы очень приятно и много полезного. Спасибо. Всем до свидания. Это была студия Ян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok